привет мои дорогие первое видео в двухтысячных двадцать третьем году в новом году новое видео в новом году ребята что я сегодня опять одна снимаю я там три часа сейчас себе настраивала чтобы мой фейс был в кадре чтобы фокус по за мной ходил вроде все ок друзья что мы сегодня приготовим давно у нас не было с вами тортов причем тортов таких приличных цивильных провод настоящий торт они тогда как я вот расслабилась бухты барахта торт за 10 минут пирог за три минуты сегодня мы знаете что с вами приготовим торт муссовый но у него самый фантастический мусс и он без желатина это мой самый любимый мусс если вы хотите шоколадный если вы хотите приготовить шоколадный мусс шоколадные стаканчики там не знаю что-нибудь такое используйте вот этот у вас потому что вот этот мусс на желтках это самая вкуснятина невероятная это вообще обожаемость моя что это будет это будет торт вроде простой но при этом очень вкусные мы сделаем три этих три меренговых коржа всего лишь и все это замусим но мусс повторю он чудеснейший там очень вкусный вот ну собственно приготовление мы начинаем с меренги нам нужно приготовить три меренговых коржа сушиться они у нас будут примерно где-то полтора часа в духовке вот поэтому сегодня начнем вот но огромный плюс его то что это торт одного дня там ничего не нужно пропитываться стабилизироваться и так далее поэтому его можно будет практически сразу засунуть в холодильник через час его можно употреблять или в морозилку так здесь я расписывала себе рецепт и так ребята что делаем делаем меренговые коржи это мои весы поэтому собственно я тут таким образом изощряюсь чтобы они не упали здесь у меня белки щепотка соли стеклыми белками с комнатами работы ваниль ванильный сахар экстракт и добавляем туда сахарный песок самый идеальный вообще рецепт который даже и легко запоминать работая с меренгой три продукта три веса одинаковых 150 150 150 тысяч тысяч и так ребята делаем швейцарскую способом подогрева у меня здесь ковшик на дно налила немножко воды и битва ковшик и сделаем такую водяную паровую баню нужно прогреть белки до температуры 40 45 примерно градусов а постоянно сахар помешиваем где-то я в свитер очки футболку в машине забыл не охота за ней спускаться решила доработаю свитере это можно выключить и вставляем сбиваться на максимальную скорость все ребята посмотрите плотнейшая меренга у нас получилось и что я делаю беру сахарную пудру сюда засыпали и на средней скорости буквально секунд 30 замешиваю эту пудру в меренгу и берем массу делим ее на три части примерно где-то по 140 грамм получается кольцо у меня кольцо у меня 18 сантиметров диаметром и по кольцу примерно вот диаметром 18 сантиметров распределяем меренгу третий коржик здесь два на одном противне третий здесь я включаю для того чтобы более-менее они равномерно в обычной духовке приготовились включаем конвекцию низ вверх и 100 градусов полтора примерно часа где-то будет сушиться смотрите от характера вашей духовке если она у вас дерзкая то поставьте на 90 градусов 85 градусов тут главное просто их высушить все духовочку друзья у нас наступил следующий день даже честно я вам признаюсь не следующий день а через день потому что была очень занята и не успела до снятия что у нас получилось мы имеем вот такие вот три коржа потрясающих белоснежных сейчас нам нужно с вами приготовить супер вкусный я вот так разрекламировала вам этот любимый шлемой мусс и сказал вам что он делается без желатина кстати говоря это торт еще глютен фри у кого непереносимость но есть важное условие очень важное условие это торт у вас не получится если вы будете использовать шоколад менее 70 процентов нужно чтобы шоколад ваш до 70 процентов минимум темный у меня это 72 сантиметра нам нужно импульсно растопить шоколад и здесь у меня желтки я их сейчас взбиваю и параллельно варим сироп здесь у меня сахарный песок и и водичка так как я опять сегодня снимаю 1 придется вам все общим планом общим кадром показывает чтобы мне не скакать со штативом ну ничего страшного все буду вам переворачивать все стадии показывать итак я включаю плитку и мне нужно довести сироп до температуры примерно 120 градусов используйте термометр или помните я вас еще учила вилочкой когда мы уже видим что густая такая пузыри не быстро лопаются а медленно окунаем вилочку и сквозь вот эти вот дырки дуем если у нас образовываются хорошие такие выпадающие шары стеклянные то значит сироп у нас готов все и параллельно я взбиваю желтки желтки взбиты в такую плотную пену и сироп у меня видите пузыри какие отлетают видите и застывают готов значит продолжаем взбивать желтки и вводим сюда сироп смотрите что мы имеем у меня здесь растопленный шоколад 72 процента у меня здесь сливки 33 процента мои любимые чутского озера сейчас я их буду взбивать и вот здесь вот взбитые уже желток с сиропом посмотрите какая плотная масса вот такая вот у нас получается все я это откладываю и взбиваю сейчас сливки 33 35 процентов они обязательно прям супер плотно их взбивать но и не мягко то есть не мягкие пики то есть средняя такая консистенция должна быть все ребятки посмотрите я вам сейчас показываю консистенцию видите какая она так сейчас залезем сюда шоколадной лопаткой вот вот такая вот воздушная вот такая вот воздушнейшая она у нас получается пару слов по поводу сливок когда я слышу о том что говорят охладите дежу венчики на 7 дней и 300 ночей положите в морозилку для того чтобы хорошо взбить сливки ребята просто охладите сливки и осумоляю просто охладите сливки в холодильнике чтобы несколько часов они минимум у вас там постояли и не нужны вам танцы с бубном но это конечно при условии если сливки качественные а если они не взбиваемые они ни при каких условиях не забьются спасибо за внимание короче прыгаем скачем что-то не там сломался все и соединяем все готов смотрите какая у него шикарная консистенция и помните что это у нас без желатина так ребята теперь мы собираем торт что мы с вами имеем у нас есть три коржика безе у нас есть мусс и собираем все это в двадцать втором кольце оборачиваем пищевой пленочкой оставим на какую-то ровную поверхность как оставила их в духовке они там прекрасно хранятся досушиваются и смотрите какой момент есть если вы хотите чтобы у вас могут не на секундочку не размякла безе можете его шоколадом растопить немножко шоколад и промазать шоколадом на дно отправляем мусс мой 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 моя это как его мини-поломничка знаете его обожаю распределяем так и сюда кладем безешку все друзья с вами за две секунды собрали торт и донышко последнее опускаем такими прокручивающими движениями выравниваем палеточкой мусс по краям все смотрите как просто так красиво мы это сделали что мне еще нравится что за этими ингредиентами не нужно бежать в магазин профессиональный все то что все это вот можно купить в магазине и 70 шоколад плиточку можно купить сколько там 300 грамм 3 плиточки безе ну это вообще яйца да вот поэтому можно это приготовить на раз-два друзья убираем или в холодильник или в морозилку это торт простоял у нас в холодильнике несколько дней и хрусткой коржей сохранили свою все ребятки холос друзья это видео я снимаю не знаю мне кажется 7 дней 17 ночей так можно сказать можно можно всего вы же помните об этом и так друзья что я вам хотела сказать у меня на столе торт который мы с вами приготовили и он у меня уже нарезанный честно вам скажу что в морозилке честно вам скажу что я приготовила два таких торта вот этот был первый и следом еще когда до сниму так как мне пришлось короче говоря я в такой суете была я уже не до сняла последний кадр собрала его и кинула в морозилку и убежала а потом сделала второй торт потому что мне нужно было до снять его концовку как я его собираю короче в итоге сейчас торт тот в морозилке а мне нужно быстро дегустацию снять и поэтому я вот нарезанный которого уже ели дегустировали сейчас вам буду показывать только я всегда честно обо всем признаюсь да никто никогда че вот я роняю если что-то я роняю в кадре не вырезаю этого что-то не так сделала всегда вам показываю знаете почему я так делаю для того чтобы когда у вас что-то не то получается чтобы вы не думали что у меня там руки не с того места растут или еще что-то такое и именно поэтому у нас всегда такая живая что и у всех может падать и у всех может что-то не получаться и у всех может быть кусок торта откушен короче я вам не буду интрижечку хотя бы сделала эту часть не покажу сейчас здесь кусочка нарежу и увидите какой он холодильнике у нас стоял несколько дней на самом деле стоял я хочу заметить слышите как хрустят у нас коржи ох ребята смотрите какая красота друзья так как мы уже дегустировали этот торт я вам сейчас не буду как я обычно это делаю я извольте и знаете вам что скажу а мусс во первых вы видели да от того что как я вам говорила разная температура шоколад у нас чуть-чуть крупинками пошел и это прикольно потому что он датаивает во рту в теплом и и вкуса у муса очень богатый очень насыщенный вкус шоколадного мороженого и там нет желатина я вам об этом еще раз напоминаю это безумно вкусный мусс я его очень сильно люблю желтки его делают нежными и мороженое же делается на желтках да и именно поэтому у него есть вот этот вот прям вот стопроцентный вкус мороженого как будто ты не мусс ешь а мороженое ешь вот и фокус того что он еще не пает вот и безе как я вам сказала если хотите чтобы они прям супер хрустящие внутри остались вы можете их кисточкой шоколадом растопленным смазать и потом туда положить но я этого не сделала и что я вижу она не дало никакого сиропа нижний слой полностью хрустящий а те которые внутри два верхних слоя они не супер такие прям знаете не превразились вот чуть-чуть хрустинка присутствует короче идеальная консистенция потому что на самом деле если прям суперах перену сухими туда засунуть нарезать сложно будет за ножом буду будут тянуться а тут прям классным видите я когда нарезала носики торта он из холодильника не из морозилки носика торта форму держит это говорит о том что мы не прикладывали силу не давили все корректно у нас с вами здесь нарезалась на этом все у нас ребята мои дорогие я вам желаю всего самого хорошего прекрасного чудесного очень надеюсь что получится больше снимать видео обещать ничего не буду то что я всегда обещаю потом ничего не получается его столу обнимаю рецепт ищите на нашем сайте ссылка будет в описании к этому видео один клик на ссылку и вы на сайте если кто-то из заграницы смотрит не из россии нас попробуй и и сайт не открывается попробуйте включить в vpn что вы в россии находитесь российский vpn включите вот потому что российские сайты могут блокировать и это единственная причина по которой вы не можете пройти потому что сайтом все у нас чики-пуки все целую друзья все ссылочки ищите внизу гудбай